Ребята, всем привет! Домашние влоги. Та-да-да! Почему? Потому что весь мир сидит на карантине. Мне проще и легче, потому что частный дом, потому что рядом даже соседей толком нету, и можно спокойно с детьми выходить, гулять, и как бы людей нету, и нам проще. Я, конечно, не завидую тем людям, которые сидят в квартире, если квартира еще небольшая, если есть еще животные, например, как собаки, или много котов, то как бы тяжело. Не буду угнетать ситуацию. На самом деле, раз так, значит, так надо. Вы мне напишите в комментарии, что вы думаете по этому поводу, потому что я не паникую. Мой инстаграм, он спокоен. Там я стараюсь, наоборот, вас развлекать и давать какую-то полезную информацию. Плюс мы сейчас с ребятами, 11 блогеров, мы запустили марафон. Как стать блогером? Поэтому максимально стараемся этот карантин использовать с пользой. Дома много чего интересного. Ну, как интересно, оно обыденное, но, может быть, вам будет полезно и интересно, поэтому оставайтесь и смотрите. Пишите свои комментарии и говорите, что еще снимать, потому что, честно, не знаю. Можно, в принципе, знаете, что? Одежда. Так что жду ваших комментариев. А, кстати, можете спросить, почему в машине? В машине мой офис. То есть я во дворе у себя, но я выбегаю для того, чтобы поработать. Дети просто не дают. Там мультики, там мама, мама, дай сюда, мама, дай это, мама. Да это вы сами понимаете, у кого есть дети. Поэтому я говорю, я в офис, и в машине сижу, и как бы действительно спокойно, тихо можно поработать. Я не могу смеяться. У Деми, да, челка отросла, я не могу отвезти его к париквахеру, потому что карантин. И я сделала вот так вот. Дема говорит, сейчас все будут надо мной смеяться. А кто все? Карантин, мы никого не видим. Ты дома. Когда, когда... Зато челка не лезет в глаза. Когда будет уже нету карантина, все равно будет эта пятерка. Не будет, нет. Я просто так сделала, чтобы тебе было удобно. А мне неудобно. А почему тебе неудобно? Может, ты чувствуешь, как будто меня кто-то делает? Это резиночка держит. Ну, я потом сниму, просто сейчас, чтобы она не лезла тебе в глаза. Хорошо? У него еще структура просто волос такая, что они не слушаются. Можно было бы залезать и сделать, знаете, как сейчас делают мальчишкам такие прически. Ну, дроссы такие носят. Ну, что ты творишь, Дем? Делаю плов в мультиварке. Молинекс. Мне очень нравится. Очень легко. Мясо забросили, потом лук, потом морковь, потом рис. Залили бульоном или водой. Посолили, поперчили, приправки. Я ставлю на 8 минут. Очень вкусно получается. Здесь очень вкусно. Я, конечно, это пловом не называю. Я называю тресной кашель. Но выглядит, конечно, как плов. Плов, я считаю, что надо готовить в казанке. Тогда это птичка. У меня кто-то спрашивал по поводу, что я даю Демиду, если у него кашель. Это Арида. Это такая микстура на растительной основе. Ее можно давать деткам от годика. Ее рекомендовал врач. Еще тот врач, который, ну, если вы смотрите меня давно, мои влоги, врач еще с прошлого дома. То есть заведующий детской, получается, поликлиники. Вот он всегда склонялся к тому, что надо давать лекарства на растительной основе. Здесь, если посмотреть состав, то здесь растительная основа. Лекарство недорогое. Причем оно натуральное. И подтверждение тому, после того, как вы эту сухую микстуру разводите, получается, водой. Все вам покажу. И она хранится в холодильнике всего 10 дней. То есть это то же самое, например, когда вы покупаете молоко, оно хранится месяц в холодильнике. Это говорит о чем? Что много консервантов. И есть, например, молоко, которое хранится несколько суток, потому что оно натуральное. Вот аналогичная ситуация. Тут надо добавить воды до отметочки, взболтать перед каждым применением. Ну и давать. Но обязательно, обязательно. Проконсультируйтесь со своим педиатром. То есть не занимайтесь самолечением. Это консультация нашего педиатра. Сейчас Димит не кашляет, но просто я знаю, что... То есть видите, у меня она новенькая. То есть это на случай, если вдруг, то у меня уже все есть. Сейчас просто переход с холода в тепло. И вот это вот болячки детские. Иногда это может быть просто простуда. Но, естественно, мы все сейчас перепуганы. Боимся коронавируса и так далее. Поэтому еще раз говорю, консультация врача, а потом прием любых лекарств. Прическа расплелась. Мы с Димитом сейчас будем делать... Что будем делать? Пирог. Пирог. Это будет типа шарлотки. Я покупаю вот такие вот, как бы заготовки, да, для маффинов, но делаем шарлотку просто как бы по своему рецепту. Мем шар? Нам понадобится... Тут написано яйцо. Да, но у нас свой рецепт. Не-не-не, мы мед пока не добавляем, Дим. А, ну я бы добавлять. Ты будешь, да? Короче, мы сочиняем свои рецепты, экспериментируем и готовим в мультиварке. Потому что тут написано духовка, но духовки у нас нет пока. Поэтому готовим в мультиварке. По факту это та же шарлотка, только можно сделать, например, с яблоками, с бананами. Мы будем делать с черной смородиной. Да, сейчас я готова. Сейчас. Черная смородина у нас замороженная. А-а-а, халюэ. Вот у меня морозильная камера на 320 литров. Вот, и она вся в... Овощах, фруктов, ягодах, да. И поэтому... А, дай мне одну, кто съел шоколад? Возьми. И мне... Поэтому мы сейчас с Димидом будем делать шарлотку. Кисленько? Кислая. Да, вкусненько-кисленько. Ну, все. Приступаем. Рецепт, я вам уже сказала, у нас мы сочиняем. То есть, это детская фантазия. Я слегка просто корректирую. То есть, на самом деле, все то же самое, как шарлотка. Просто вот покупаю вот такие вот заготовки. Кстати, очень прикольные получаются оладушки. Сейчас покажу. У меня есть вот они. Да. Вот такие вот оладушки. Тоже уже готов. Заготовка. Можно, в принципе, самостоятельно сделать. Это вообще не проблема. Но мне нравится. Только единственное, что я вот это вот тесто, я уже в Инстаграм показывала, я это тесто разделяю на два раза. То есть, половинка идет вот этих оладушков, а потом в остальную половинку я добавляю два яблока, и они получаются уже не пышные, но с кислинкой. Но, естественно, такими мокренькими, знаете, потому что, если эти оладушки сразу не съесть, то они такие дубеют. Вот. А что уж в общем? Да. О, видишь? Супер. И тут есть вот эти вот формочки. Они, кстати, не прикольные. Они раскисают. Это мне сказала кассиру. Говорит, вы уже покупали? Я говорю, да. Она говорит, в формочках готовили. Я говорю, нет. Она говорит, я готовила в формочках, они бумажные, они раскисают. Так что, девочки, если будете брать, имейте в виду. Так, формочки эти не годятся. Так. И туруру. Давай. Аккуратно, аккуратно, ниже опускай. И. Хорошо. Только аккуратно по пальцам себе не дабыли. А это? Не надо их облизывать. Давай. Не, не так, Тём. Давай вдвоём. Вот, видишь? Сильнее просто надо было. Давай. Отпускай. Отпускай. Ну, Дёмно, не балуйся, Зай. Давай. Отпусти. Так, раз. А зачем мы туда добавим? Нужно остичать. Нет, мы не желтки добавляем, а два яйца. Желтки – это такой рецепт. Ой-ой-ой. Прямо подержим. Ой-ой-ой-ой. Это просто ж не то тесто, это так венчиком и мешается. Как раз именно вот это вот тесто. А я по привычке ложкой. Клёпа! Клёпа! На, глазу, здание. Ну-ну-ну. Ты только что поела, ну. И в мультиварке я ставлю... Сейчас покажу. Вот, десерты. Нажимаем ОК. Переходим в бисквит. Две персоны. Подготовка. Я не обращаю внимания на рецепт. У меня свой рецепт. И хотите приступить к рецепту? ОК. Что я делаю? Я сюда наливаю масло. Всё это как бы смазываю. Наливаю вот это вот... Я тоже хочу. Вот это вот тесто. Я тоже хочу. Хорошо. Сейчас нальём. И сверху этого теста, оно потом провалится, мы высыпаем наши ягоды. Это могут быть ещё яблоки. Ну, то есть, в принципе, бананы. Всё, что хотите. О, банан. Девчонки, делаете ли вы процедуры бьюти самыми народными способами? Лёд очень здорово помогает. Тонизирует кожу и убирает отёки по утрам. Вот. Сейчас на карантине. Мне кажется, самое время... Потому что времени дофига. Вот. А, холодно. Под глазами особенно. Но не сильно близко, потому что тоненькая кожа. У меня как бы вот здесь вот такая вот... Знаете, как отёк почему-то вот здесь. Хотя я гиалуронку никуда не колола, кроме губ. Потому что многие вкалывают в лицо. Ну, там, корректируют. И ничего этого не делала. Вот. Но просто вижу, что возрастные изменения всё-таки неизбежны. Но я оттягиваю. Видите, какими способами. Пока народными. Ну, и, естественно, кремами. Вот. Такой. Я ещё, знаете, как можно просто лёд. Но мне очень нравится отвар ромашки. Он у меня просто закончился. То есть надо заварить и... Ну, остудить и разлить. Отвар ромашки вообще супер. Лёма занимается. Только заставить его, это, конечно, что-то нереальное. Что ты квадратики делаешь? Смотри, как тут. Девушка, а сколько будет 2 плюс 3? Два плюс 3? Девушка, а сколько будет 2 плюс 3? Девушка, а сколько будет 2 плюс 3? Вот так. Так, да. Идём. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Идём 2. Два, подожди, да. Давай, два. Хорошо. Давай. Один, два, три, четыре, 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 шесть. Садом наберём. Садом наберём. Семь. Восемь. Нет. Смотри, два. Семь. Два. Два. И смотри, ещё 3. Давай 3. Где 3? Ну, давай. Считай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, шесть. Дай, Репе, Соли. Так, сколько будет 2 плюс 3? Сделай здесь 3. Это сколько, считай? Вот. Теперь считай. Один, два, три, четыре, пять. О, видишь? Хорошо. А 2 плюс 5? Нет, 2 плюс 2. Нет, 2 плюс 2 все знают. А ты давай 2 плюс 5. Два. Два плюс 5. Где на пальчике у тебя 5? 5, 5, 5 и плюс 2. Сколько будет? Один, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, восемь. Нет, ты сделал 3. А надо было 2. На одном пальце, на одной ручке сделай 2. На одной ручке сделай 2. Так, а на этой 5. Считай. Один, два, три, четыре, пять, шесть, шесть, семь. Молодец, видишь? Чем-то, семь. О, боже. А сколько? Мне тебе было гораздо проще. Мама. А сколько ты пишешь? Я не знаю, когда он пойдет в школу и что там будет. А сколько ты пишешь? Многие сейчас отдают, потому что, ну, типа, чтобы дать не терять, но он маленький, я отдаю его. Когда ему будет семь. Давай. Давай. А у кого зуб выпал? Покажи. Это у Мики. Нет, у Дема. А что фея тебе принесла под подушку положила? Дема, ну покажи свой ротик без зубика. Ну покажи, ну пожалуйста. Вот, видите, криво растет. Ай-яй-яй-яй. Кровь. Кровь была, да. Ты мне скажи, что тебе фея принесла под подушку положила? Под подушку. Какой? Какой? Лягушку. Нет. Ой, я выброшу, Уля. Ну скажи, что тебе фея принесла? Дема, у людей голова закружится. Что ты мельчешишь в камере? Нет. Как им называете деньги? Сто гривен. Сто гривен. А теперь нормально скажи. Сто гривен. Нет. Сколько денежек тебе принесла фея под подушку? Одну. Одну денежку, да. Нет. А какой номинал? Что? Что? А теперь скажи гривен. 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 Сто гривен. Сто гривен. Так, холодно сто гривен. Это просто скажи трактор. Трактор. Тррррр! А теперь скажи вы рыбом. Грррррррр breaking. Гррррррррррррррррррррррррррибо. Я так рада, что Демида и старшая сестра По клеточкам Видишь? А ну покажи, как он рисует Как ты можешь в школе учиться? Я не знаю, Дем Дем, что ты делаешь? Ёшкин кот Дем, а на, бери карандаш Здесь такой, ёшкин кот Это мой лимит А, куда? Отсюда, я это стерла Не удивляйтесь, это мой офис Я сбегаю из дома в машину Даже в халате, чтобы поработать Ребят, у меня, девочки, такой лайфхак У кого так же, как у меня? Как вы работаете во время карантина? То есть, где вы прячетесь от детей? Вот то, что мне девочки пишут в инстаграме Говорят, Аня, я своего мужа уже ненавижу Когда он пойдет на работу Ну, в шутку, конечно Но по факту у многих просто едет крыша И говорят, что в Китае Как бы увеличилось число разводов По факту я, в принципе, верю, да Что такое может быть Потому что мужчина с ума сходит, да Начинает там, как бы, раздражаться Опять же, мне сегодня девочка написала Говорит, то я чашку не так поставила А то, говорит, не так приготовила Ну, то есть, по факту просто Ну, на самом деле Мы все на близких просто зло срываем Поэтому давайте выдыхать И как-то сбегать А куда сбегать, да, если карантин? Ну, вот у меня выход машина Я и до этого, в принципе, можно сказать, да Как бы в машине пряталась иногда Там прямые эфиры проводила Посты писала Сейчас я делаю то же самое И такая думаю Так, мне в интернете надо купить зарядку Для автомобиля, для ноутбука Потому что он мне, ну, как бы, когда садится Надо забежать домой А начинается Мама! И все И ты уже, как бы, выйти из дома особо не можешь Ну, это такая позитивная штука Вот, у меня проблема У меня половина волос обламываются И вот в таком виде На таком росте останавливается Вот в этом месте у меня была операция И поэтому, как бы, они почему-то вот не растут дальше Я просто не знаю, что делать Качество волос стало гораздо хуже Я не знаю, что происходит Может быть, это вода виновата Волосы просто сухие Я не понимаю, что с ними происходит У Ники аналогичная ситуация И я грешу на воду Сейчас надо будет поменять в доме фильтр Потому что вода, как бы, наверное Как бы плохого качества со скважины В большом доме другая скважина И я надеюсь, что когда мы переедем Там будет получше Потому что очень много железа И фильтр все равно, наверное, мне кажется Не справляется Поэтому качество волос стало гораздо хуже Это просто мне трихолог сказала Говорит, а как вы голову моете? Я говорю, ну вот так Он говорит, правильно Говорит, а вода? Ну типа, я говорю, ну вода И объяснила Она говорит, может быть, еще из-за воды И когда, вот если посмотрите предыдущий влог Я была с подружкой в Афинах Там волосы помоешь И волосы совершенно другие То есть там качество воды просто другое И не только я это заметила Оля тоже это заметила Говорит, блин, вода такая крутая Поэтому, девочки Как так? Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки Как смягчить воду Или, я не знаю, хоть бери И кипяти И, в общем, короче, какой-то бред Я уже полощу отваром ромашки У меня, видите, везде ромашка Вот И разными травами Но пока не помогает Не знаю, что делать Ладно, я пошла дальше работать Потому что у меня завтра прямой эфир И я спикер на одном марафоне Мы сделали марафон с другими ребятами-блогерами Марафон на тему, как стать блогером Поэтому мы как бы учим вас, можно так сказать Марафон бесплатный Он еще есть с призом в пять тысяч гривен Но я вам могу сказать, что там столько работы Такие марафоны Теперь я понимаю, почему платные Очень много работы Занимает много времени И сегодня я потрачу целый день Для того, чтобы написать текст Снять видео Как бы пример Чтобы студенты увидели, как это делается Ну, в общем Поэтому пошла я заниматься На этом влог заканчиваю Спасибо, что вы посмотрели И sorry, что я в таком виде Но влог-то домашний Поэтому я в халате И с мокрой головой Все, пока-пока Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!